Есть очень хороший сайт «Я родитель». Нам, где мы можем с вами здесь и сейчас, уже записаться на консультацию. Самостоятельная запись на прием к профильным специалистам – это лишь малая часть задач, с которыми могут помочь сотрудники семейного МФЦ. Таких в Алтайском крае два. Один в Барнауле, на улице Телефонной, другой в Камниной Аби. Посмотрите, чтобы вам не пришлось ехать в управление Мамонтовского района в судзащиту, мы можем направить ходатайство и приложить все документы заверенные и попробовать дистанционно оформить вам эту справочку о том, что семья является малообеспеченной. Вот таким образом в ежедневном режиме мы решаем большие и маленькие проблемы семей Алтайского края. За 11 месяцев работы Барнаульское отделение СМФЦ помогло разобраться с проблемами 2000 семей. Конечно, в первую очередь люди сюда приходят, чтобы получить справки. Однако у этого многофункционального центра, в отличие от обычного, возможностей больше. Мы можем найти все, да, и секцию ребенка, и детский сад. Мы можем понять, какой специалист в поликлинике принимает. Мы анкетируя, опрашивая, выстраиваем маршрут для решения конкретной проблемы, с которой пришел человек, ну и последующих задач тоже. Вот в этом разница. У нас социальное сопровождение. Помимо помощи с социальными вопросами, семейная МФЦ регулярно обучает родителей. Тренинг, допустим, недавно был финансовая грамотность. Нам очень понравился. Нам рассказывали про цифровой руполь. Мама в ресурсе недавно был очень интересный тренинг. Собралась группа мам из 10 человек. Мы прям 3 часа на одном дыхании занимались. Психолог был, задания давал. Профильные специалисты работают и с детьми. Например, рассказывают про уважение, как на этом уроке. Когда ты относишься к нему доброе, хорошо, и даешь ему что-нибудь. Вдруг конкретку попросил, и ты ему даешь. Также детям помогают справиться с различными проблемами. Психолог обсуждает вопросы с детьми и раскрепощает их. А логопед улучшает произношение. Молодец! Вот так! Делу время по техе час, а может и два часа. Никто не ограничивает ребенка в игровой комнате. Разве что воспитатель, который присматривает за порядком. Но строгости в стенах семейного МФЦ нет. Все это по желанию детей. Они могут весело провести время, играя в настольные игры с сотрудниками центра, или пойти в творческую мастерскую, где учат стихотворения и создают театральные постановки с тенями. Даже есть семейное кафе, где готовят кулинарные шедевры на всю семью. А под конец дня можно отдохнуть в сенсорной комнате. Здесь есть все для релакса. Спокойная музыка и песочная терапия. Какие упражнения выполняем? Такие, как на межполушарные связи. То есть детки у нас работают двумя ручками, левой и правой вместе. Также мы повторяем какие-то геометрические фигуры. Также у нас занятия, как можно сказать, даже творческие немного. Дети что-то сами придумывают. Например, я им там маленько подсказала. Мы рисуем, например, человечка. Начинается точка, точка, огуречек. Все вместе собираем. Получается какая-то совместная картина. Год семьи для профильного барнаульского МФЦ стал символическим и по-настоящему прорывным. Сейчас здесь заканчивают реализацию гранта, который учреждение выиграло в том году. Благодаря господдержке у многофункционального центра появилось новое оборудование. Среди дальнейших планов – помощь организации семейного МФЦ в Белокурихе. Но, конечно, одним алтайским краем пилотный проект от Министерства труда России не ограничивается. Подобные центры сейчас появляются по всей стране. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.